Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале Смотри и Знай. Сахарный диабет является очень серьезным заболеванием и, к сожалению, в наши дни становится все более распространенным. Эта болезнь вызвана нарушениями обменных процессов в организме, то есть инсулин, попадающий в нашу кровь, не может выполнять свои функции. Инсулин выполняет роль вывода лишней глюкозы из организма, а когда она перестает выводиться, то начинает накапливаться и приводит к развитию диабета. А для того, чтобы понять, как избежать этой болезни, необходимо понимать причины ее развития. Итак, диабет бывает двух типов. Первый тип чаще всего развивается из-за дисфункции иммунной системы и последующей выработки антител, разрушающих клетки поджелудочной железы. Главной из причин, как правило, становится комплекс генетической расположенности вместе с вирусными инфекциями, такими как ветрянка, краснуха, свинка и даже гепатит. Причинами развития второго типа диабета является также совокупность некоторых факторов. Первый фактор включает в себя наследственность и повышает риск заболевания примерно в пять раз. Вторым фактором является избыточный вес, при этом риск заболевания напрямую зависит от количества лишних килограммов. Но помимо этого существуют и другие причины развития болезни. Самыми часто встречающимися станут постоянные гормональные сбои, заболевания поджелудочной железы и изменения рецепторов инсулина. Также специалисты выделяют менее частые, но не менее серьезные факторы, влияющие на развитие диабета. Таковыми являются беременность, период лактации и недостаточное питание. Симптомы диабета проявляются не сразу, какое-то время болезнь находится в дремлющем состоянии, поэтому заметить ее весьма сложно. 25% болеющих даже не подозревают о наличии у себя этого заболевания. Специалисты утверждают, что чаще всего пациенты узнают об этом на профилактических осмотрах. Но если вовремя обратиться к врачу, то диабет будет протекать без осложнений. А для этого нужно знать симптомы этого недуга. Первым признаком является постоянная неконтролируемая жажда. Люди, как правило, начинают потреблять жидкость в огромных количествах, но это не дает результатов и пить все равно хочется. Также частым симптомом является обострение жажды ночью. Второй симптом. Частое мочеиспускание является одним из самых распространенных признаков развития диабета. Нормой является хождение в туалет от 6 до 10 раз в сутки. Если у вас это происходит чаще, то стоит обратиться к специалисту. Такой симптом может свидетельствовать о наличии целого ряда заболеваний, в том числе и диабета. Третий симптом. Неконтролируемое потребление пищи может стать признаком развития множества болезней. При наличии диабета люди также начинают испытывать постоянное чувство голода, даже если последний прием пищи был не так давно. Повышенная утомляемость свидетельствует не только о том, что вы устаете на работе, но и также является частым признаком развития диабета. Появление гнойников и пигментация кожи являются одним из самых явных симптомов. Пигментация, как правило, происходит на так называемых складках нашего тела, то есть коленные и локтевые сгибы, шея и область подмышечных впадин. Такую пигментацию сложно не заметить, так как на кожном покрове появляются серо-черные пятна, по своей текстуре напоминающие бархат. Поэтому, если вы заметили такой симптом у себя, следует немедленно обратиться к врачу. Зуд кожи, а в особенности в области паха, также свидетельствует о диабете. Выраженность симптомов также зависит от длительности протекания заболевания, его тяжести и индивидуальных особенностей иммунной системы больного. У некоторых больных могут быть хорошо выражены все симптомы, у других они еле заметны или вовсе отсутствуют. На сегодняшний день лекарство от этой болезни еще не изобретено, но врачи разработали определенные методики, которые направлены на продление и улучшение качества жизни людей с таких заболеваний. А также эти лечения играют огромную роль в предупреждении развития каких-либо осложнений. Поэтому лечение диабета первого типа включает в себя ежедневное введение инсулина на протяжении всей жизни, так как организм перестает самостоятельно вырабатывать этот фермент. Также ни один диабетик не представляет свою жизнь без диеты, их рацион питания ограничивает употребление сахара. При такой диете люди полностью исключают сладкую выпечку, конфеты, алкоголь и сладкие виды фруктов из рациона. Физические упражнения играют огромную роль при этом заболевании, потому что занятия спортом способны повысить чувствительность организма к инсулину, а значит человек сможет снизить вводимую дозу лекарства. В то же время неотъемлемой частью жизни становится постоянный контроль за уровнем глюкозы в крови. Это поможет предупредить развивающиеся осложнения. Тяжелая форма сахарного диабета первого типа требует постоянного врачебного контроля и немедленного лечения возникающих осложнений. Такой вид заболевания является болезнью, как правило, юного возраста и чаще всего поражает детей. Лечение второго типа диабета также включает в себя диету, исключающую сладкие продукты и алкоголь. Регулярные физические нагрузки при этом типе заболевания снижают риск возникновения осложнений примерно на 35%. А вот инсулин вводят не все болеющие, так как у некоторых в этом нет необходимости. Но второй тип диабета подразумевает полный отказ от курения, а также прием различных пероральных препаратов, снижающих уровень сахара в крови. А как вы считаете, можно ли избежать возникновения диабета, даже если имеется генетическая предрасположенность? Да, это возможно, но для этого стоит соблюдать определенные правила. Так как диабет первого типа развивается в основном у детей, то следует начинать профилактику с первых дней жизни. Во-первых, очень важно кормить ребенка грудью. Материнское молоко обеспечивает новорожденного всеми необходимыми веществами, а также укрепляет иммунную систему. А молочные смеси содержат только белок коровьего молока, который может неблагоприятно влиять на секреторную функцию поджелудочной железы. Во-вторых, большую роль играет режим сна. Нельзя не согласиться, соблюдать его в случае с маленькими детьми достаточно сложно. Но тем не менее, хорошей профилактикой является укладывание ребенка в одно и то же время, даже если засыпание происходит не сразу. Психологический комфорт или уровень стресса оказывают огромнейшее влияние на всю нашу жизнь, а в том числе и на здоровье. Именно поэтому очень важно, чтобы ребенок находился в комфортных для себя условиях. Позитивная атмосфера в семье и любовь родителей станет лучшей профилактикой любого заболевания. А сильные стрессы, страхи и потрясения неокрепшей психики могут стать толчком для развития диабета. Правильное питание и помимо профилактики диабета очень важно для людей. Оно влияет на получаемый запас микроэлементов, здоровье всего организма, а также на поддержание фигуры в форме. И, конечно, нельзя не рассказать про физические нагрузки, потому что они помогают контролировать вес, а также способны повысить чувствительность организма к инсулину. Для профилактики второго типа диабета стоит взять на вооружение все уже перечисленные способы, а также стоит пересмотреть свой режим питания. Специалисты советуют употреблять пищу 5-6 раз в день маленькими порциями, а употребление простых углеводов и насыщенных жиров свести к минимуму. Также старайтесь отдавать предпочтение запеченным и вареным продуктам, так как они представляют большую пользу для организма. Также старайтесь как можно регулярнее заниматься разумными физическими нагрузками, но не обязательно изнурять себя тяжелыми тренировками. Например, утренняя пробежка станет отличным началом дня. Занимаясь профилактикой сахарного диабета любого типа, вы действуете на благо всего организма. Правильная система питания, умеренная физическая активность, контроль веса являются базовыми понятиями для профилактики не только сахарного диабета, но и гипертонической болезни, инсульта, инфаркта. Для раннего выявления сахарного диабета необходимо обращаться к специалисту хотя бы раз в год. А на этом мы заканчиваем. Всем до новых встреч, друзья, и самое главное, будьте здоровы!